всем привет меня зовут Лена Стасевич сегодня хочу поделиться с вами рецептом одного из моих любимых классических тортов это муравейник невероятно легкое рассыпчатое тесто в сочетании с кремом на обваренной сгущенке это просто блаженство напоминает детство очень вкусный самое главное очень просто и быстро готовится давайте скорее приступать в первую очередь подготовим тесто естественно и для этого в чашу миксера я просеиваю сухие ингредиенты это мука а также разрыхлитель обязательно добавляем сюда щепотку соли чтобы тесто не было пресным перемешиваем теперь сюда добавляем холодное сливочное масло порезано на кубики мы тем самым будем добиваться рассыпчатости и песочности теста и теперь с помощью миксера я перемешиваю эти ингредиенты до образования крошки и подсыпаем сюда также понемногу сахар посмотрите вот такая крошка должна получиться в принципе это можно сделать даже без миксера а руками но желательно руками работать очень быстро и перчатка чтобы тесто не нагревалось главный залог успеха хорошего рассыпчатого песочного теста это холодное тесто и теперь вводим сюда холодное яйцо а также холодную сметану обратите внимание что все ингредиенты должны быть холодным сметана добавить тесту такую более мягкую структуру если вы будете использовать холодные ингредиенты тесто получится рассыпчатым они жестким это нужно делать довольно быстро как только тесто начинает собираться в комок мы перестаем его перемешивать чтобы мука не образовывала глютен с помощью миксера тесто готовится очень быстро буквально пять минут конечно же это очень облегчает работу смотрите вот такое тесто на ощупь она мягенько не забита мукой ингредиенты равномерно перемешались между собой на рабочей поверхности это тесто разделяют на несколько частей на четыре части на три но это делается для того чтобы она быстрее охладилась и потом удобнее было его натирать тесто такое классическое натирается на крупной терке и раскладывается на пергаменте таким образом вот эти мелкие кусочки теста быстро очень запекаются в духовке они становятся такими хрустящими рассыпчатыми таким образом максимальная рассыпчатость теста достигается можно измельчить например в комбайне либо с каким-то другим способом вообще можно просто порезать на мелкие кусочки но терка очень быстро получается не такой равномерный слой ставим в разогретую до 200 градусов духовку и вот до зарумянивания готовим тесто это занимает буквально минуту 8 зависит от вашей духовке как только вы видите что тесто по краям стала вот такого светло-коричневого цвета доставайте но обращайте внимание на более толстые слои теста они также должны хорошо подсушиться не должно быть сырых участков поэтому делается изначально равномерный слой затем на с помощью например какой-то чашки измельчить это тесто до образования такой крошки не делайте прям мелкую крошку должны остаться такие кусочки печенье теперь выпекаем остальные части теста таким же образом и подготовим вкусный крем на озвученном молоке для этого перемешаем и взобьем миксером мягкое сливочное масло сливочное масло я использую самое вкусное от 82 процентов жирности вбиваем до пышности и параллельно я сварила сгущенка я обычно сама всегда варю сгущенку она очень отличается от покупной готовой вареной сгущенки по вкусу и по цвету также просто ставим в кастрюлю с водой банку сгущенки снимаем этикетки ставим до баночку и нам нужно варить сгущенку около трех часов не забывайте постоянно подливать воду вода всегда в кастрюле должна полностью покрывать банку если вы упустите этот момент то просто банка взорвется и это не шутка это не какая-то сказка у меня это было или сгущенка взорвалась и вымазала все шкафчики и потолок на кухне но это было конечно же давно а теперь я таких ошибок не совершаю поэтому постоянно контролируйте обязательно эту банку сгущенки нужно охладить и только после этого соединять с маслом теперь частями добавляем вареную сгущенку к маслу продолжаем взбивать если вы все правильно сделаете у вас получится вот такой густой крем этим крем кстати можно наполнять например эфильером но если вы добавите и горячую сгущенку соответственно масло потечет и крем станет очень жидкий и теперь сюда всыпаем наше подготовленное печенье и перемешиваем я обычно всыпаю за два раза и у меня из этого количества ингредиентов полностью ушло все печенье и идеально соединилась с этим количеством крема и у нас получилась нужная нам структура вот этой заготовки массы под муравейник масса не должна быть слишком жидкая то есть не должно быть очень много крема но и не сухой и теперь как только мы перемешали все наши составляющие просто перекладываем эту массу на какую-то ровную поверхность на ровную тарелку например и вот так вот частями лопаточкой как бы утрамбовываем приминаем то есть не сразу все высыпаем а частями и пристукиваем нам нужно утрамбовать это тесто чтобы не было в нем полости дырочек но не делайте слишком плотно я например люблю чтобы тесто такое рассыпчатая разрезанность немножко даже так вот он разваливался не был слишком забит и такой но это все конечно же по вашему желанию таким образом формируем вот такую горочку напоминающую муравейник и сверху обязательно рекомендую присыпать маком реально маг добавляет такой приятный хруст ему нужно совсем чуть-чуть и он интересно так сочетается с этими где приставил холодильник буквально на час-два и все можно кушать абсолютно простой легкий торт который порадует вас ваших детей к чаю кофе я думаю что он нравится абсолютно всем разрезается он также очень легко если вы все правильно приготовили у вас получится рассыпчатое вкусное печенье не плотное не жестко друзья я думаю что тут даже нечего говорить это прекрасный рецепт нашего любимого с детства торта я надеюсь что вы приготовите этот торт и полюбите вы так же как и я обязательно поставьте лайк этому видео поделитесь с друзьями подпишитесь на этот канал если еще не подписаны и жду вас в своем инстаграм с вами была лена стасеевич пока пока